всем привет привет друзья привет youtube думаю никого не удивлю керхером вот таким вот особенно к 3 но поскольку он у меня появился в принципе мне подарила его жена вот думаю надо его заснять видео ну не претендую на оригинальность думаю масса наверно всяких разных видео где эти керхеры сняты ну хотелось конечно керхер пятерку ну в связи с кризисом они редко резко подорожали количество денег резко уменьшилась и поэтому пришлось ограничиться керхером только вот ну поскольку машину я мой не часто когда он выезжают там за город использую там буквально две-три недели сезоне он там несколько моет может там 5-10 моек за сезон поэтому я думаю что очень-то надеюсь керхера 3 хватит хотя конечно там понятно что там у них разные помпы у пятерочки там она металлическая у тройки она там пластиковые так далее вот в общем да вкратце достану покажу такая всякая лабуда документация мало чего значащая вот тут еще инструкция инструкция по сборке собирать тоже не буду потому как его нужно будет еще довести до места эксплуатации в общем получается вот такая вот у него держалка колеса обошелся он недорого по моему помню что-то тысяч восемь тысяч восемь девять стоит традиционные значит вот эти вот насадочки вот такая ручка она стала новая на керхере которые у меня там предыдущие другой тройка или четверка но он такой же немножко за запады заносился он на нем другая рукоятка какая-то какая там точно я не помню вставляется опять традиционно понятно в этом плане ничего не изменилось такие же поворотные за для мой там все асфальта тоже здесь ничего такого особенно нет всякие всякие разные штучки это закладки для колес вставка для шланга закрепительную и черный там какая-то шланга есть шланг длиной наберет в соответствии с набором длиной то ли 5 метров то ли 8 то ли 10 на самом шланге не указана его длина на указан наш кехер 12 мили паскаль 1750 PCI 40 градусов по цельсию 104 фаренгейту вот соответствующим образом как-то так ладно числа ну потом не выдерну потом думать разбираться маленький такой в общем-то я рассчитывал что мне пятерку мини подарит поскольку не подарили так сначала был слегка удручен тем что все-таки он такой вот сам по себе малыш герхер потом думаю ладно в общем сюда ставится все эти колеса все это там прибудут такая принципе по по задумке эксплуатантов видите как на коробочке нарисовано что он не предназначен в общем-то для мытья машин больших джипов автобусов и прочего предназначен для мытья такой средней техники квадроциклов мотоциклов и так далее ну ладно будем надеяться что при таком скажем не очень интенсивном режиме эксплуатации выходит там на какое-то определенное количество лет а потом как говорится или шаг помрет или осел сдохнет вот этот баллончик куда добавляется шампунь сейчас о нем еще один расскажу о самом главном то что меня в итоге порадовало потому что я сказал ну мне нужно вот еще вот этого деталька без нее керфер не керфер в общем сюда можно там добавлять шампунь и она будет там смешивать по большому счету как бы все это ерунда на самом деле самое главное без чего керфер не керфер почему именно керфер может конечно есть еще эти насадки для любого другого вида изделия чему керфер не керфер вот и что керфер есть такая насадка только она немножко такого вам предыдущего предыдущего модельного ряда вот самое главное дорогая она правда тоже стала вот эта вот насадочка в комплекте она не шла есть керфер по-моему такой вот к 3 там спорт или что-то еще где стоит там маленькая такая насадку соответствующим образом начать самая такая прикольная и самая радующая вещь это вот этот вот пенообразователь который можно использовать керфером значит опыт такой вот использование такой насадки предыдущей версии у меня есть нормальная пена но многие например хвалят итальянские насадки есть не в g10 и у герфера есть еще более какая-то продвинутая насадка ну вот это вот уже получается по моему там стоит в юморте там тысячи две 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 двести стоит вот так вот правильно там чуть ли не двух двух с половиной тысяч с учетом нынешнего курса еще на старые цены вот стоила она там подешевле полторушку сейчас она стала дороже которая стоила там районе двушки какая-то другая модель вот она стала стоит там что помогут трех тысяч дороговато итальянские которые тоже чувствует я не знаю в общем вот эта вот штука кайф именно в чем кайф именно в том что принципе вы включаете керхер берете воду струей смываете пыль грязь потом берете вот эту насадочку ставите вот пените машину раньше этом что-то тер губкой прочее ну конечно если машина там сильно грязная но обычно летом то все-таки она не такая сильно грязно что заехали на обычную мойку помыли вот и она у вас там просто пыльная но приезжаете все же таки нормально грязно это она именно зимой когда всякие там вот ну даже не реагента всякие осадки проще там смесь грязь взвесь со снегом со всей этой совсем говно совсем дерьмом липнет тогда нам нужно надо тереть летом тереть губкой смысла никакого нет короче вот смыли грязь поставили насадку поставили этот пенный шампунь можно обычный автомобиль на лучше конечно какой тот который предлагают специально для керхера на пение ли его оставили минутам на 5-10 подождали и спокойно смыли и это доставляет удовольствие то есть не надо там лазить не надо там учиться я как бы даже жену освободил от этого рабского труда потому что я поливала она терла я говорю берегу ку и 3 а теперь get красота горит я от нее отстал наверно поэтому и подарила я от нее отстал потому что мне нравится машина поливать том горе я не тру а просто напросто пеню все откроем откроем мы посмотрим какая насадка она новая а вот так вот красиво она упакована такая вот верхушечка ну и все собственно говоря и добавок вот такой вот наверно на на литр я смотрю для использования спины насадкой керхер изготовлена из переработанного сырья и store сырья да потом можете в общем то наверно распилить и сживать эту бутылку да если в голодные годы количество до 1 литр вот рм 615 ладно бутылка не является чем-то таким важным актуальным шампунь есть такие бутылки 4 литровый тоже как не знаю сказать суки подорожали фух несусветно ну и традиционно значит делается все это просто после того как потом поставили насадкой смыли первичную пыль вставляете вот и вкручиваете в бутылку здесь сейчас появится вот такой вот зажим вот у меня на этом пенообразователи короче она по моему вкручивается здесь ее под рукой нет я точно не помню по моему там бутылочка вкручивается то есть закручивать прям емкость такую вот мне кажется сейчас стал вот такой вот зажимчик вот и здесь вот это вот этот вороточек который регулирует количество пены и здесь сам распылитель пена на четверку вот как вот который по крайней мере осмотрел там эти обзоры магазина где тот который следующий по цене по дороговести там лучшая насадка вот там вообще супер пена в принципе здесь тоже пена нормальная поэтому там это вопрос такой каждому решает ему лишнюю тысячу там полторы платить за более там попсовую насадку стоит или нет я говорю о том что вот без этой насадки керхер это не керхер поэтому когда мне уже потом в дополнение значит выставку сказал что-то он какой-то маленький мне добавили еще в подарок насадку вот я успокоился и обрадовался подумал ну ладно по крайней мере скажем при том небольшом количестве раз когда я использую этот керхер вот надеюсь мне его хватит хотя конечно я говорю понятно что там помпа пластиковая и она имеет свои более ограниченный ресурс по сравнению с этими с пятерочками с к пятами где она металлическая там алюминиевая или там силуминовая какая-то и и ресурс там два раза выше ну если действительно скажем вы и можете там 45 раз в неделю там или два три четыре раза в неделю пару машин ну наверное тогда есть смысл там пятерку должны четверку пятерку брать ну поскольку я говорю это у меня явление такое эпизодическое исключительно для собственного времяпровождения удовольствия думаю ладно поскольку по моему то у меня то ли тройка то ли четверка предыдущий керхер работает уже там лет лет несколько лет наверное 4 5 вот не так часто ну а нескольку растам месяц вроде пока еще не развалился хотя по вам вибрация какая-то появилась такая подозрительная но в общем то собственно говоря и все опять не надо меня тухлыми помидорами бросать и говорю никого не пытаясь удивить вот этим вот тем что у меня появился керхер просто говорю вот керхер вот насадка вот и самое главное в керхере в отличие от всех остальных там бошь то чтобы я не знаю чего ямаха там и что там еще какие-то всякие мойки может у них тоже есть какие-то адаптеры есть специальные какие пенные насадки но я так думаю что вот это вот штуковина вот эту штуковину вот которую заливаешь шампунь от нее толку вообще ни хера принципе шампунь куда-то расходуется но ничего не происходит то это насадка кайф другим типом моек я даже не знаю если такая пенная насадка или нет но поскольку там ее нужно специально подбирать отдельно покупать какого-то бренда и не факт например что она именно по посадочным состыкуется смысл этой пенной насадки именно в том чтобы вот все вот это происходило просто то есть вот как бы воткнули воткнули поставили отжали взяли бутылку вставили если хотите можно купить четырехлитровую такую вот жидкость оригинальную керхер для бесконтактной мойки ну можно купить обычную там потому что такая стоит уже тысячи две за канистру но обычная шампунь там рублей 200 300 какой тартал он тоже пенится конечно наверное эффективность не такая хорошая как скажем специальные жидкости для бесконтактной мойки но по большому счету без разницы главное удовольствие летние удовольствие которые вы себя доставляете удовольствие на том что скажем вот вы вот эту пену собильно создаете вот потом ее с удовольствием смываете при этом жена не вынуждена бегать значит с губкой и тереть машину может спокойно заняться приготовлением чашечки кофе для вас все всем пока пока хорошего лета